2 июня в парке Победы молодой человек задержал водителя, который катался по новой велодорожке на автомобиле. Происшествие зафиксировала уличная камера компании «Инсид». Свидетелями стали десятки гулявших в парке Копичан. Мы прогуливались, уже заканчивали прогулку по малому кругу. И навстречу нам ехал автомобиль. Перед нами ехал парень на гироскутере. Он удивленно пытался его остановить. Остановился перед ним и начал объяснять, что это пешеходная зона. Водитель сделал маневр, сдал назад, пытался на обочину съехать, но зацепил столб, врезался в столб, понял, что он врезался, газанул вперед по нам. Уехал. Молодой человек на гироскутере все снимал, пытался его догнать по кругу, проехал. Мы остановились в начале пути, чтобы дождаться. И вот его молодой человек уже перехватил позже. По словам очевидцев, водитель вел себя неадекватно. Поэтому они сразу позвонили в полицию. Наряд ДПС прибыл на место происшествия через 8 минут. Составили протокол. Автомобиль увезли на эвакуаторе, а водителя доставили в отделение. Также место происшествия осмотрели и сотрудники стадиона. По месту видно, что разбиты фонари здесь, тормозной путь видно, стол подошел от вертикали. И кабель связи порван, надо ремонтировать все. ГАИ-то свое сделает, свои дела. За то, что пьяный он составит протокол, но мы тоже будем предъявлять за материальный ущерб. Позже был подтвержден факт алкогольного опьянения. Теперь водителя ждет наказание. Данный водитель привлечен к административной ответственности по статье 12.8, часть 1, за что предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. Резонанс эта ситуация вызвала еще и тем, что автомобиль передвигался по велодорожке, которая не является проезжей частью и предназначена для занятия спортом. Этот объект давно требует ограждения. Но из-за большой протяженности обнести забором границу всего парка пока невозможно. А вот на стадионе ограждение скоро появится. В настоящее время проводится аукцион и внешнее ограждение стадиона «Химик» замкнется кольцо и будет территория огорожена, как и должно быть, как полагается. А пока администрация стадиона просит всех, кто занимается и гуляет в парке, сразу же сообщать о случаях выезда автомобилей на велодорожку. Специалисты спортсооружений намерены совместно с ГИБДД вести борьбу с нарушителями. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...